Утро, короче, начинается не с кофе, а со звонка с первого канала. В общем, позвонили, позвали приехать прямо сегодня к пяти часам в студию первого канала, там какая-то передача, я вот, если честно, я не смотрю, вы сами это прекрасно знаете, но, насколько я понял, это передача с Гордоном, и я сказал, что просто, во-первых, физически у меня просто на это нет времени, во-вторых, это, ну, как вы понимаете, не особо мне интересно, и, в-третьих, просто, ну, я не вижу смысла сейчас срываться и куда-то ехать, потому что у меня просто нереальное количество дел, мне, например, надо свести Ирин барабанный кавер и подготовить видос на пятницу, потому что, ну, это полдня мне там откушает, и, соответственно, как бы вы понимаете, что я время все потеряю. Ну, они предложили мне запилить короткое интервью по скайпу, и вот я сейчас, собственно, к этому делу всему и готовлюсь, то есть поставлю камеру, снимать буду в скайп, вот они мне будут звонить из скайпа, снимать буду, естественно, с этой камеры, то есть никаких проблем сигнал с этой камеры отправить. Ну, и, конечно же, на стол нужно будет поставить союзовский микрофон, просто, ну, без этого, ну, вот вообще никак, короче. Ну, и поставлю, наверное, я все как-то вот так вот, надо только немножко подвигать свет, добавить вот сюда вот фоновое освещение, с той стороны свет включить, и, в принципе, это должно выглядеть вот так вот, ну, вот как-то так. Там вроде как недолго это все должно продолжаться, типа там что-то 5 минут какое-то интервью будет, но, короче, не знаю. Расскажу вам, как все прошло после непосредственно самой съемки, потому что сейчас мне надо камеру подключить и настроить ее непосредственно под скайп уже. Так, ну все, отсняли, я прям сидел как будто на студии у них, ну, ничего нового, хайп, срачи, разборки, короче, сами увидите потом, на самом деле, я, собственно, и не удивлен, что оно именно так, как бы, вот, как было. В общем, мне-то, в принципе, без разницы, как они сейчас вот этот скандал будут разруливать, но я высказал свое мнение, что надо было просто, ну, адекватно показывать, даже если там какие-то указания, мне вот это все реально как бы бесполезно вообще говорить, потому что, ну, я никогда, мне кажется, не поверю в то, что нету никакого сценария. То есть, ну, прям в данном случае уж тем более, уже сколько раз вот эти приколы происходили, реально. Но сейчас, мне кажется, они будут пытаться всю эту ситуацию как-то сами, а сейчас немножко похайпят на этом вопросе, и постепенно это как-нибудь там уляжется, не знаю. Мне, в принципе, по барабану. Я высказал свое мнение на тему того, что слишком неадекватная и слишком яркая реакция судей. Они там какой-то вайб, типа настроение поймали, но только когда ты видишь, как они реагируют на реально прямо взрывные выступления, именно композиции. Я не говорю про то, как спе-то. Спе-то все нормально, я об этом сказал. Но вот именно как люди, которые обладают каким-то музыкальным слухом, реагируют на реально взрывные какие-то выступления и композиции, как, например, ACDC там были, там, Shell, например. Ты сразу видишь, как человек загорается вот так вот. У него нету вот этого вот наигранного появления какого-то настроения. Так же, как и было с реакцией на выступление нынешнего вокалиста Rhapsody of Fire, который выступал на голосе в Италии, короче, с композицией Rock'n'Roll, Led Zeppelin. Ты просто сразу же понимаешь, что человек, который взял эту песню, он знает, во-первых, эту песню, обладает некоторым вкусом и понимает, что просто хреново спеть эту песню нельзя. Это, конечно, вполне возможно, что может быть какая-то там постанова тоже, но реакция человека там настоящая. Ты чувствуешь, он понимает, что это та самая песня там, да, это вот оно. И человек, который ее исполняет, вряд ли взял бы эту песню, если бы не мог ее спеть. А там, как бы, парень вышел с очень высоким уровнем, и там реакция такая понятна. Да и видос мы с вами смотрели, как разные судьи реагируют на разные реально крутые взрывные выступления. Ну вот, а тут, как бы, да, надо повернуться, потому что хорошее выступление, качественное. Но устраивать вот такой вот цирк, я не понимаю. Как они сейчас это все заминать будут? Я не знаю, вот, как бы, мне, честно, по барабану, мне это неинтересно. Мне интересно именно выполнительское мастерство и то, как на это люди реагируют. Потому что мы с вами видим, реально, разницу в поведении у людей. Поэтому посмотрим, что будет. Программа должна выйти, по-моему, в четверг, что ли. Я не знаю. Короче, давайте до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова